Николай Ефремов Никак не связанные предметы, разнородные предметы – это бред, конечно, и релятивизм в этом плане – это секта бредоносцев. Монах. Виктор, здравствуйте. Вы все время говорите, что время – это количественная характеристика. А характеристика чего? Мы учили, что сравнительная характеристика продолжительностью процесса. Вы учили, что время – это сравнительная характеристика продолжительности процесса? Ну блин, сильное заявление. Мне вообще удивительно слышать такие слова, потому что вот эта формулировка, количественная характеристика, применительно вот к некоторым физическим величинам, это понятие вёл в оборот я, собственно, я его нигде не читал, я его сам вёл в оборот. Вот, поэтому когда вы говорите, сравнительная характеристика, вас так учили, преподавали, для меня разрыв. Если где-то это уже начали преподавать, это здорово, но я как бы думаю, что может, наверное, вы всё-таки ошиблись в постановке вопроса. А характеристика чего? Мы учили, что это сравнительная характеристика продолжительности процесса. Далее, если взять аналогию, например, расстояние, то это количественная характеристика пространственной протяжённости. А время, часть минуты, характеристика продолжительности. Продолжительность существует благодаря свойствам пространства, так как пространство бесконечно, а благодаря чему существует продолжительность. У нас вот реально то, что существует и то, что не существует, из существующего у нас есть всего две вещи. Это пространство, вот оно реально существует пространство и протяженность пространства. Это реально существующие вещи. Раз существует пространство, значит автоматически существует объем, площадь любая, поверхность, протяженность. То есть любая линия, какую бы мы ни накорябали, вот так вот пальчиком в пространстве, место этого воображаемого объекта существует. Мы говорим о существующих объектах. Вот если мы четвертую мирность сюда засадали, она уже существовать не будет. Вот в этих трех мирностях мы сделали, да, а в четвертой этого уже мы не можем сделать, это не существует. Так вот, пространство точно существует, вся материя в пространстве точно существует и вся материя в пространстве перемещается, движется. Вот это вот то, что существует. А дальше мы получаем вполне понятный вывод о том, что из существующего являются величинами. Вот все протяженности – это величины, реальные физические, они существуют. Площади, поверхности – это реальные физические величины. Все, что зависит от этих площадей, объемов и линий – это тоже реально существует. Движение – это реальное проявление перемещения материи, да. А вот все остальное – это уже сравнительные характеристики. Мы можем взять какой-то процесс и с ним сравнивать. Так вот, продолжительность, при этом мы можем, все уже упираемся в определение. Вот у нас есть движение, да, и мы можем, выражаясь словами и терминами, используя их, задать концепцию продолжительности. Но, когда мы выходим непосредственно на время, мы получаем сравнительную характеристику длительности. Надо подумать еще над вашим вопросом подробнее, посмотреть, как он записан в корректных источниках. Если что, добавить, подправить. Спасибо за вопрос. У Ломоносова была теория, что плотность надо рассчитывать, имея в виду плотность частиц в объекте. Ньютон же предложил рассчитывать плотность, имея в виду отношение массы и объема тела. Какое это имеет в отношениях плотности частиц? Никакого. Что имел в виду Ньютон, называя это отношение массы и объема плотностью, непонятно. Почему вы не защищаете настоящую теорию Ломоносова, вместо этого защищаете теорию, которую он не писал, Труды по ней не делал, эксперименты не ставил, а лишь вскользь высказал свои мысли в письме Кейдлеру. Так, ну, про плотность сначала. Отношение массы и объема. У нас есть пространство. Мы можем взять из него какой-то объем, расположить с какой-то плотностью частицы в этом объеме и получить массу. Это вот у нас формула такая. Отношение объема и плотности дают массу. Вы привели цитату Ломоносова, ссылайтесь на Ломоносова, что Ломоносов сказал рассчитать ввиду плотность частиц в объекте. Ну, я не знаю, насколько корректно, но смысл в чем? Плотность частиц в объекте ничем практически не отличается от плотности вещества в объеме. У нас объект имеет объем, да? Объем. Есть какая-то плотность частиц. Это практически то же самое, только другими словами. Плотность частиц, опять же, можно трактовать по-разному. Либо отдельная плотность каждой частицы, либо размещение частиц с какой-то плотностью. Здесь невнятная претензия к Ломоносову я не могу принять. Она ничего не содержит интеллектуально в моем понимании. Поэтому здесь я с вами согласиться не могу. Труды по ней не делал, эксперименты не ставил, а лишь кость высказывал. Что мы знаем, что мы не знаем, что он высказывал, что не высказывал. У нас есть, я думаю, материалы по Ломоносову. Все, не могу добраться. Скачал это сочинение Ломоносова. Но почитать надо посмотреть. А что ставил он, не ставил, мы не знаем. Может, что-то ставил. Суть все равно непонятна ваша суть. Суть претензии. Ее в моем понимании нет. Ну, был Ломоносов, был Ньютон. Представления Ломоносова были корректны по факту, да? Ньютона некорректны. Внимание, вопрос. Чем отличается логическая цепочка объем-масса-плотность от логической цепочки лес-столевар-холодильник? Ну, объем он связан с массой и с плотностью. Это вообще связано одной формулой. Мы можем через массу высчитать плотность, через объем и так далее. Это вполне себе физические формулы. Конкретные, четкие. А что там? Действительно, нет. Просто познакомьтесь поглубже, уважаемый Магваларон. Просто формулу посмотрите, ваши претензии. У вас очень такой большой вектор несогласия, но вы не можете выразить суть претензий как-то состоятельно. Да просто у вас первичное удивление биологическое при ознакомлении с материалами, скорее всего, длительно затянувшееся. Уже давайте приходите в себя. Виктор Григорьевич, не очень хочется поверить в вашу теорию приталкивания. Она красивая, она позволяет рассчитать массу любого тела в зависимости от занимаемой орбиты и массы объекта, вокруг которого вращается тело. Ваша теория приталкивания даже делает обязательным формирование полости внутри всех планет. Потому что земная кара и вся имеющаяся в наличии вещественная материя будет формироваться, а правильнее сказать, приталкиваться к точке равновесия или, может, корректнее сказать, равносилия. Но вы поняли меня. И обрастать вокруг этой точки, точнее сказать, окружности или сферы, как бы во внешнюю, так и во внутреннюю сторону, все это так, фантастично и необыкновенно на картинке. Но в реальности у нас в Солнечной системе объекты не выстроились в порядке возрастания масс, вращаясь вокруг Солнца. Значит, ваша теория один раз убита. А так, раз она один раз убита, то какой смысл убивать ее тысячу раз? Не убиться теория, просто вы опять не смогли сосредоточиться, уважаемый МакВаларон. Вот если бы наша Вселенная была заполнена не галактиками, а Солнцами, вокруг которых вращаются и выстраиваются планеты, тогда бы ваша претензия имела смысл. Вы просто претензию не с того уровня берете. У нас, если бы вокруг галактик вращались, выстроились планеты, тогда бы был смысл. У нас, когда разлетаются друг от друга галактики, они разлетаются уже вместе со всеми Солнцами, внутри расположенными, со всеми планетами. То есть планеты и Солнце уже среагировали на тот процесс, о котором вы думаете, понимаете, в рамках галактик. А вы это как бы упустили, да, не сосредоточились на этом. И думаете, что это силовое взаимодействие должно быть базовым, именно это проявление силового взаимодействия должно быть решающим на макроуровне. На макроуровне ни планеты и ни Солнца. Смотрите полностью картину. Тогда увидишь там галактики. И тогда уже сформируйте свою претензию на том уровне. Тогда сможете, может, сосредоточиться и отзывете свою претензию, потому что она несостоятельна. Нет ни одной претензии, ни к каким её ухищрениям, ни одну вменяемую претензию невозможно к теории приталкивания привлечь. Потому что это, ну, просто верное решение. Невозможно найти ошибки в верном решении. Вы, конечно, пытаетесь что-то там, это может даже похвально, потому что он должен быть пытливый, но не тот калибр. Исходя из глухологики, чем меньше тело, тем меньше у него масса, тем ближе оно должно располагаться к Солнцу. И, соответственно, они должны выстраиваться по увеличению. Это когда вот просто статичная картинка, ничего никуда не вращается образно. Мы бросили тела, дробь калибровую, она вот так вот встала, развисла. Тогда от большого отталкивающего магнита большое тяжёлое тело, в большом следующем они должны быть дальше. А маленькие тут поближе, он про это. Но у нас эта вся система равновесия, она происходит на макроуровне, на уровне галактик. Вот. И если бы действительно вот заполнить не галактиками, да, пространство, а вот жёсткой калиброванной дробью, тогда бы вот это имело смысл. Оно бы было так. Тогда действительно с какими-то скоростями, от скорости обращения по орбите и массе тела зависело бы это расположение. И его аргумент бы имел какой-то смысл. Но если мы это всё отпустим, оно разваливается, превратится в галактики. Потому что вот эти вот макротела, они уже не смогут просто висеть при отсутствии сил. Оно же должно на чём-то, это макротело держаться. За счёт каких-то сил внешних его должно собрать. Эти все частицы должны собраться в макротела. А тут такое большое макротело не собирается. Для тех сил должно собираться, да, в маленькую какую звесь. Эта маленькая звесь будет свои там планетки, солнышки, внутри рамка больших галактик. Вот о чём речь. Похвально, что человек там пытается это всё осмыслить, понять. У него в принципе объёмное мышление, он видит какие-то там... Ну не всё хватает, он не всё понимает, но пытается. Похвально. Russian Rus. Это ваша победа, вы первый об этом начали говорить. Может со временем ситуация изменится. В комиссии по лженауке вообще не поступиться. Никто не хочет с учёными спорить. У вас мало подписчиков, чтобы влиять на массы и за счёт этой массы быть услышанным. Ваши подписчики не сидят без дела. Вы даже об этом не знаете. Дело общее. И, кстати, очень понятно, почему ФСБ тут должно решать. Лженаука – это национальная безопасность. Эта тема намного серьёзнее каких-то отдельных терактов. Это дело будущего и настоящего нашего государства, его правильного и рационального развития, противодействия и влияния государства. Тут должно быть всё конкретно и чётко. Либералы даже в науке засели. Ещё в начале 90-х очистки их не было. Russian Rus. Зачитано. Дон-рептилию. Если в земле есть сила приталкивания, значит, она экранирует отталкивание. Это понятно. Понятно также и то, что земля в целом экранирует. Больше отталкивает, чем создаёт сама этому приталкивание и появляется. Дон-рептилию сразу некорректно немножко. Экранирование – это не в том смысле, что вот дули через пару, что-то там осело. Это чисто геометрическое понятие в этом смысле. Тут просто распределение в пространстве, заполнение полостей, вытеснение каких-то масс в этом смысле. Понятно также, что и земля в целом экранирует больше отталкивания, чем создаёт сама. Поэтому приталкивание и появляется. Непонятно другое. Если у земли глобальный вклад в отталкивание отрицательный, то и у всех остальных тел тоже, так как нет ни одного тела, которое бы отталкивало предметы от себя. Есть у земли глобальный вклад в отталкивание отрицательный. Я вот эту фразу понять не могу. Глобальный вклад в отталкивание отрицательный. У нас нет отрицательных количеств. Вклад земли, во всеобщее отталкивание, он положительный. Каждого тела положительный. В результате получается приталкивание. Не понимаю. Дон Рептилев, слишком у вас схема не понимаю. Некорректная, так бы я это назвал. Откуда берётся глобальная сила приталкивания, если все эти лавы вселенной вносят отрицательный вклад в глобальное отталкивание? Дон Рептилев, вы выдумали отрицательный вклад в отталкивание? Я не могу это понять. Количественное отталкивание всегда положительное. Просто, наверное, ошибка на стартовом этапе, вот в этих моментах. Поэтому и вопрос не может быть воспринят. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры подогнал «Симон» Краткое содержание предыдущих серий 21 век Минго – земля окружена бобрами Академию наук захватили дуры Повсеместно плачут детишки И вот самая чрева спускается русский физик И протыкает селедку Аллилуйя! 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 Академия наук втупляет Мы спасаем, от бобров спасаем Расскажи своим друзьям про это Разнеси благою весть по интернету Академия наук втупляет